Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, пришло время показывать свои планы по раскрашиванию. Они не такие прям, я бы сказала, что большие. Как бы 15 раскрасок вроде пока что отобрала. Но там в основном по номерам. То есть все раскраски это по номерам. Ну давайте первое, что покажу, это Colortronic. У меня их два. Либо оба будут раскрашиваться, либо все-таки какой-то из них. Мне больше нравится вот этот Colortronic. Но этот уже начат был давно, и его нужно заканчивать. Здесь где-то процентов 40, наверное, выполнена работа. Поэтому нужно продолжать раскрашивать. Ну и хотелось бы, наверное, его закончить. У меня нет какой-то прям определенной задачи, цели, что все стопроцентно. Я должна его там за какой-то период закончить. Нет, ну, хотелось бы. Вот, потому что с цветовым квестом я тоже думала, закончу-закончу. И до сих пор он у меня не законченный. Ну а здесь начинала я по черному челленджу. Две иллюстрации раскрашивала. Нужно продолжать тоже. Здесь мне нравятся больше. Животные тут поинтереснее. Вот. И буду красить дальше. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Дальше у нас по номерам пойдут. Ну так как у нас осень, и здесь вот в таких раскрасках есть осенние иллюстрации. Естественно, я не могла не взять эту раскраску. Буду красить. Дальше продолжать. Ну, уже что-то осеннее. Сейчас мы посмотрим, что тут должно быть. Ну, вот это уже глубокая, конечно, осень, но можно тоже раскрасить. Вот это вот. Вот, вот, вот. Короче, как бы вот много, в принципе, тут есть иллюстрации, которые можно пораскрашивать даже в начале. Поэтому я обязательно, ну, по крайней мере, постараюсь пораскрашивать здесь, ну, хотя бы по одной работе. Даже пускай в каждой из раскрасок. И то было бы уже неплохо. Ну, естественно, сюда же отношу это природу. Атошет. Здесь тоже должны быть иллюстрации. Вот. Конечно, тут летних больше, но осенние, по-моему, были. Вот. Ну, и, в принципе, вообще все, что с желтыми красками, да, можно. Так, конечно, я могу раскрашивать, да, вот есть осенние и, ну, другие иллюстрации. Проблем нету в этом. Ну, просто, когда осень, хочется все-таки затрагивать что-то осеннее в любом случае. Потому что, ну, не будешь на постоянной же основе красить только, допустим, летние работы, да. Все равно же вдохновение в осенний период какое-то на что-то осеннее тоже есть. Вот. У нас так уже вымывает. Тем более осень полным ходом. Желтые листья, все уже холодно и так далее. Дальше. Ну, как отдыхалочка, так чисто. Если, допустим, мне не захочется ничего брать серьезного, ну, вот эту вот раскраску по кругам, сиди себе, мулюй, мне она очень нравится. Даже просто обложку одну потрогай уже, антистресс испытываешь. Может по порядку, может нет, как бы посмотрим, как получится. Буду раскрашивать здесь. Здесь нету готовых работ, тут уже узнаешь результат только в самом конце. Следующий у нас идет, это хэппинес. Мы здесь с Аней раскрашивали каждый месяц. Ну, вот на лето у нас был перерыв. Саня из канала Anna Hobby Coloring. Вот. Я буду дальше раскрашивать. Не знаю, когда она ко мне присоединится, когда она сможет тоже дальше красить. Не знаю, что тоже здесь буду раскрашивать. Ну, что-то буду подбирать. Здесь, понятное дело, тут как бы летнее, цветастое все. Именно по тематике мало что уже осталось. Я все раскрасила тематическое, можно так сказать. Обычно мы шли по порядку, но пока, наверное, посмотрим, может быть, по порядку парочку каких-то раскрашиваю иллюстраций. А дальше уже, наверное, буду выбирать из того, что есть. Вот узоры надо было вообще пораскрашивать, потому что это самые нелюбимые. И, наверное, узоры бы нужно закончить первее, да, чтобы так сильно раскраска не раздражала, допустим, из-за этих узоров. Дальше. Извиняюсь за голос, но никак не отпускает, зараза, прямо окончательно, чтобы все прошло. Следующая раскраска это Country Sins. Я брала ее с собой в отпуск, но, к сожалению, там не удалось пораскрашивать. Я, по-моему, либо я начинала, либо хотела начать какую-то из иллюстраций, или я закончила все-таки какую-то работу. А, вот, вот это вот я раскрашивала, наверное, да. Она у меня не закончена, вот ее нужно доделать. Но, как раз-таки, здесь оттенки остались, по-моему, те, которые мне нужны, которые есть в брашах фаберов. Вот ее нужно доделать. Она будет в отпуске не успела, да, так скажем. Ну, и тут есть много таких урожайных иллюстраций. Как раз-таки, в принципе, под начало сентября. Вот, вполне себе можно. Огород и так далее. Огород еще продолжается, все равно урожай еще собирается. Осенние иллюстрации есть, и здесь можно пораскрашивать спокойно. Ну, естественно, на осень не могло обойтись без этой раскраски. Autumn Inspirations. Здесь все осеннее, естественно. Ну, выбирай, что хочешь. Также огород и так далее. По Хэллоуину тут что-то есть. У меня еще остались иллюстрации на Хэллоуин на октябрь. Ну, это уже мы потом об этом поговорим. Ну, а так, здесь много чего еще есть. У меня очень мало здесь работ. Хотя мне очень понравилась эта раскраска, так как она очень насыщенная, яркая. Здесь нету так много зеленых, синих оттенков. Здесь преобладают красный, желтый. Смешанные они вместе с зелеными. Это намного интереснее раскрашивать. Вот, поэтому здесь у меня, по-моему, всего две работы. А, нет, ладно, вру. Три, получается, наверное, работы. И все. А, четыре. На Хэллоуину же я тут тоже красила. Ну, где-то четыре-пять работ. За прошлую осень я успела здесь раскрасить. Это как-то маловато. За эту осень я не уверена тоже, что прям много раскрашу. Но хоть что-то, наверное, все-таки получится. Может быть, попробую еще карандашами дальше раскрашивать. Потому что, как бы, ну, фломастерами быстрее, конечно, чем карандашами раскрашиваются. Но все-таки... Так, дальше следующее. Кристин... Ой, да, Кристин Кэррин, правильно, все. World in Times. Здесь у меня есть иллюстрация стимпанк. Вот, давайте на обратной стороне вот это вот. Я участвую в игре Лото, да, которая в группе ВКонтакте. Не на Ютьюбе у девочек, а из ВКонтакта. Вот, и мне выпало задание стимпанк раскрасить. Это единственная иллюстрация, которую я нашла в стиле стимпанк в своих раскрасках. Ну, в Ханни Карлсон там еще парочку есть, в Голдкорне, да. А все остальное, ну, вот это единственное. Мне бы ее нужно раскрасить, выполнить задание. Но через... Сколько? Через 26 дней, по-моему, да, заканчивается этот челлендж. Поэтому, не знаю, успею я осилить эту работу или нет. Она, конечно, легкая, в принципе, да. Здесь не такой большой формат, я бы сказала, да. Пустой фон. Фон не обязательно делать. Ну, там можно что-нибудь чуть-чуть добавить, по типу пастели, что-то такое. Ну, и нужно было бы ее раскрасить. В отпуске, к сожалению, не получилось. Ну, так как заболела, естественно, все пошло не по плану. Ну, и было некогда, в принципе. У меня была, наверное, всего лишь неделя свободная. В том плане, что, ну, мы жили все вместе в однокомнатной квартире с моими родителями. И, конечно же, ну, невозможно, когда мама, папа дома раскрашивать. Это нереально просто. Поэтому, пока их не было, когда они уезжали в санаторий после моря, я успела чуть-чуть пораскрашивать. Но это были раскраски по номерам. Ладно, следующее у нас это полночный маскарад. Не знаю, зачем я вообще его сюда взяла. Здесь у меня, по-моему, по арт рулетки была. И вот это не закончено еще с котом. Но кота я не планирую заканчивать, так как я его потерпеть не могу. Он мне не нравится. Вот. Здесь у меня вот этот разворот я выполняла. Он был сделан. И оставалась у меня еще вот эта вот девушка. Я даже прям про нее и забыла, слушайте. Девушка маскарадная, конечно, она на осень. Ну, в принципе, можно и осенний сделать, как бы фон хотя бы подбавить. И будет уже что-то по типу осени. Ну, не суть, в принципе, разницы-то нет. Можно как угодно. Может, что-то другое подберу, выберу, раскрашу. Кто его знает, посмотрим по настроению. Ну вот, полночный маскарад добавила, чтобы хотя бы, может быть, закончить хотя бы хоть какую-то работу из тех, что были здесь начаты. Дальше у нас идет, естественно, ведьма. Мне очень понравилась изначально эта раскраска. Сейчас ничего не могу сказать. Вот в отпуске я пыталась пораскрашивать. Это холлбейнами я красила. У меня есть поштучно немножечко. Но осенью я планирую все-таки купить на Амазон холлбейны. И опережая вопросы, что Амазон же не доставляет, отвечу сразу. Амазон доставляет в Россию с помощью посредников. Я пользуюсь бандеролькой. Вот сейчас я жду одну посылку. Она должна, ну, не на днях. Неделя еще будет идти как минимум. Там посмотрим, как с таможней, конечно, получится. Я небольшой заказ сделала, чтобы проверить, как работает эта система. И если все, в принципе, будет достаточно хорошо, то я обязательно буду продолжать покупки совершать на Амазон по мере возможности. По факту, как бы, это все. Но все-таки, блин, голос не хочет вообще никак останавливаться. Я, наверное, бы добавила... Я просто, короче, когда снимала покупки, у меня часть была в покупках, но планы у меня записаны. Сейчас я посмотрю, чтобы показать дальше следующие раскраски, какие я там собиралась раскрасить. А то я сейчас наворочу. Да, миллион милых животных. Я все-таки включила в список. Мне она понравилась. В целом, здесь есть тоже осенние иллюстрации. Да и не только вообще. В принципе, красишь, что хочешь, да. Я, наверное, все-таки постараюсь здесь хоть что-то начать. Здесь более легкие иллюстрации для меня. По крайней мере, мне так кажется на первый взгляд. Как там будет дальше, неизвестно. Ну и хотелось бы, наверное, что-то здесь раскрасить. Может быть, что-то на тематику грибов. Потому что сейчас ягоды, грибы у нас в Рингое еще сезон идет. Ягодно-грибной. Многие собирают. Вот поэтому эту раскраску я включила. Дальше. Хотелось бы начать, конечно... Ой, там у меня чуть-чуть падает уже. Игру престолов вот эту. Не хочу ничего серьезного. По спиралям бы хотелось попробовать. Ни разу не раскрашивала. Ну так, ради эксперимента было бы интересно. В принципе, почему бы и не сидеть, просто не уливать. Бумага здесь плотненькая, хорошая. Я думаю, что будет удобно раскрашивать любыми арт-материалами. Следующая раскраска, которую тоже хотелось бы начать. Но это не точно. Вот она прям под большим вопросом. Мне она нравится. Да, Кербера Занас я люблю. Все отлично. Но к нему подступиться мне очень тяжело. И, естественно, вот... Не знаю, как вот вдохновение будет в сентябре месяце или нет. Если оно будет, то я обязательно протестю бумагу акварелью, так как я не раскрашивала ни разу в иностранном издании. И если мне здесь будет акварелью комфортнее раскрашивать, чем в российском издании, то я думаю, что страха у меня станет меньше по раскрашиванию Керби именно. Ну и плюс в мифологии во всей этой я не особо сильна. Хоть мне это и нравится, хоть это и интересно, как бы... Но все-таки... Ну как-то, не знаю, воображение вроде бы есть, фантазия есть. Но когда начинаешь раскрашивать что-то подобное, просто сидишь в ступоре и думаешь, как вообще это сделать. Оно не получается никак. Вот. Ну и по-хорошему, как бы, ну, наверное, что я хотела бы еще начать, это вот эту вот раскраску с Алиэкспресс. Забыла ее вначале показать. Хотя бы протестить, как себя здесь ведут арт-материалы. Смогу ли я раскрашивать здесь спокойно. Или придется все-таки какими-нибудь карандашами красить. Вот. Будет видно. Ну, пока что, наверное, это все планы. Они будут, скорее всего, корректироваться. Все-таки я еще пока не пришла в себя, в плане того, после отпуска. Еще не переключилась на осенний сезон. Не переключилась еще на раскрашивание. Пока есть такие обычные дела. Если все пойдет хорошо, то я буду дополнять, что-то менять. Скорее всего, это, так скажем, наброски моих планов, да? Вот. Поэтому не ждите, что они будут все выполнены. Да и я не вижу смысла. Я просто, знаете, сейчас наслаждаюсь тем, что я могу снимать. Ну, да, показывать раскраски. Просто их полистать. Понюхать даже, можно так сказать. Ну, в общем, я пока буду наслаждаться этим процессом. И если я что-то не выполню, это ничего страшного. Я никогда на этом не зацикливалась. Планы мы делаем для себя. Показываем их просто, чтобы показать, да? Чтобы люди видели, что мы напланировали, а что нет. Вот. И как бы, ну, для меня ничего здесь такого нет. Вот. Ладненько, все. Спасибо большое всем за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok